Как известно, президент провел видеоселекторное совещание по мерам обеспечения продовольственной безопасности и стабильности цен на внутреннем рынке. Отмечалось, что стоимость основных продуктов питания в стране за последние 9 месяцев увеличилась на 26%. В этой связи необходимо увеличить поставки продовольствия и стабилизировать цены на рынке. А в каждом регионе создать отдельные фонды продовольственной безопасности. Наша съемочная группа выехала на рынки столицы, чтобы ознакомиться с реальным состоянием дел. Цена призвана отражать интересы всех участников рынка. Если покупателю хочется, чтобы продукция была доступной, производителю же необходимо возместить вложенные средства. Поэтому очень важно найти золотую середину, чтобы были довольны обе стороны. Задачи, которые сегодня возложены на представителей Генеральной прокуратуры, Департамента. Руководители секторов требуют счастливого подхода к данному процессу. В эти дни на республиканских рынках налажена деятельность специальных прилавков, призванных обеспечивать население качественными и недорогими продовольственными продуктами. Сегодня наша съемочная группа побывала в Шахантахурском, Юнособасском и Алмазарском районах и изучила текущее состояние столичных техканских рынков из Каджува, Алай и Каракамыш. На этих ярмарках свою продукцию реализовывают предприниматели и фермеры из Каракалпакстана, Сурхандаринской, Самаркандской, Кашкадаринской и Ташкентской областей. На прилавках мы увидели сегодня следующие цены. Рис от 5 до 11,5 тысяч, в зависимости от сорта. Мясо от 48 до 55 тысяч. Растительное масло от 11,5 до 13 тысяч за литр. Картофель в районе 3 тысяч суммов. Мука 4,5 тысяч. Сахар 5800 суммов. На рынках многолюдно. Спрос большой. Соответственно, и вопрос обеспечения продовольственного запаса является не менее важным. В целях непрерывного обеспечения населения продуктами питания предприятия и фермеры каждый день нам доставляют более 10 видов под овощевой продукции. Продовольственный запас достаточный. Можете сами в этом убедиться. Всё свежее и прямо с поля. Мы поинтересовались и мнениями покупателей, насколько их устраивает текущая ситуация на рынках. Купила масло по 11,5 тысяч. Мясо за 55 тысяч суммов. По мне, так цены вполне приемлемые. Здесь большой выбор. И говяжий, и куриный есть, и бараниный есть. Всегда красиво, свежее очень. Мне понравилось. Меня всё устраивает. Купил сахар по 5800 сумм. Хотелось бы, чтобы эти цены сохранились надолго. Да, мнения наших соотечественников всё ещё разнятся. Но единодушно все покупатели в одном. Чтобы эти ярмарки организовывались каждый день на регулярной основе. По словам представителей соответствующих органов, специальные прилавки Эльгия Хазмат работают каждый день с утра до вечера во всех крупных антиханских рынках республики. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...